Спонсор программы «Место происшествия» Ломбард Титан. Ломбард Титан. Продажа качественной БУ техники. Огромный ассортимент. Прием бытовой техники на комиссию. Индивидуальный подход. Воровского 133. Телефон 78 15 26. Четыре теленка погибли в результате пожара в Фолюнском районе. ЧП произошло на животноводческой фирме на окраине села Талица. Подробности в рубрике «Сводка». По данным МЧС, ферма загорелась утром 9 декабря. Из здания спасателям удалось эвакуировать 129 коров. Еще несколько телят не удалось спасти. По предварительной информации, люди не пострадали. На ферме сгорели деревянные конструкции, обгорел холодильник и мебель в комнате отдыха. Причина и ущерб от пожара устанавливаются. Утром 9 декабря произошел пожар и в садовом обществе «Надежда» Слободского района. Там вспыхнул рубленный дом размером 6 на 5 метров. Пожару был присвоен повышенный номер вызова. На место выехали 6 единиц техники, работали 23 сотрудника МЧС. Тушение осложнялось тем, что была большая вероятность перехода огня на рядом стоящий дом. Но благодаря усилиям пожарных эта вероятность была ликвидирована. При тушении пожара был задействован пожарный водоем, который находился в садовом обществе в 150 метрах от места пожара. По предварительной информации, пожар произошел из-за неправильного устройства печи. Пострадавших и погибших нет. В результате происшествия обгорели стены, имущество и кровля. Сегодня днем в чистых прудах на улице Украинской столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, водитель автобуса 9 маршрута не справился с управлением. Он столкнулся с иномарками Ford Fusion и Skoda. В Амутнинске водитель Chevrolet врезался в автобусную остановку. Машину бросила в занос, затем она выехала из колеи и протаранила угол сооружения. Пострадавших и погибших нет. В 4 утра в Кирове на улице Герцена водитель трактора чистил от снега территорию торгового центра и сбил мужчину. Пострадавшего не госпитализировали. По решению Кирово-Чапецкого районного суда, сотрудники УФССП арестовали у должника предпринимателя грибы и резервуар для выращивания грибов-вешенок. Все это оценили в 5 миллионов рублей. Сейчас приставы тщательно следят за арестованным имуществом, проверяя температурный режим и освещение в помещении с грибницами. Сергей Пичугин, место происшествия.